Добрый день! В эфире специальный выпуск программы Спортлайф. Меня зовут Александр Калачев и сегодня на телеканале Югра большой хоккейный вечер. Сегодня поговорим о предстоящем матче Югры против Динамо Московской области. Первый матч серии плей-офф. Первый шаг на пути к Кубку Петрова. Сегодня с экспертами в студии мы обсудим и сегодняшнюю игру и вообще в целом поговорим о том, как должна пройти эта серия. Самое время представить наших экспертов. Прошу любить и жаловать, знакомьтесь. Евгений Грасмек, человек-энциклобетия, знающий любой статистический факт из истории нашей команды. Здравствуй, Евгений. Всем добро, хоккейного вечера. Максим Волков, болельщик, хоккейный комментатор, знающий любого хоккеиста Югры, причем не только в лицо. Здравствуй, Максим. Здравствуй, Александр. Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. Рады приветствовать вас на плей-офф. Отлично, спасибо. И третий наш эксперт Евгений Хвостов, хоккеист, воспитанник сургутского хоккея и просто хороший человек. Здравствуй, Евгений. Добрый день всем югорским любителям хоккея. Отлично. Перейдем к обсуждению предстоящего матча. Я сразу попрошу, давайте на «ты». Мы с вами давно знакомы. Вы же не против? Конечно. Хорошо, меня тоже можете называть на «ты». Итак, мы сегодня неоднократно коснемся традиций и примет, которые так или иначе связаны с хоккеем. Ну а начать предлагаю с традиции, которая известна всем. Это традиция загадывать желание, если ты сидишь или стоишь между тезками. Так вот, Максим, у тебя есть уникальная возможность загадать желание, потому что ты между двумя Евгениями. Давай попробуем. Я думаю, я воспользуюсь этой возможностью и загадаю это желание. Давай загадывай. Вообще, это не принято как бы озвучивать, наверное, желание, но ради исключительного дня сегодня я, наверное, его озвучу. Мое желание совпадает, наверное, с желанием многих югорских болельщиков. И оно будет, наверное, таким, чтобы Югра стала обладателем Кубка Петрова в этом сезоне. Отлично, супер. Ну что ж, о том, сбудется ли желание Максима, мы узнаем в апреле. Ну а пока о сегодняшней игре. Евгений, который грасмей, скажи, пожалуйста, с каким настроем ты подходишь к сегодняшнему матчу? С самым позитивным настроем. Конечно, болею только за игру в хоккее. Максим, у тебя какие ожидания? Ну, я, как, наверное, и все, надеюсь только на победу. Евгений? Да, Ханты-Матийский и Егорский хоккей заждался по матчам плывов. Этого все ждали очень давно. Прошлый сезон мы не вкусили этого зрелища. И сейчас мы все в ожидании, в накал. Такой есть нерв игры присутствуется и у команды, и у болельщиков. Все в ожидании. Ждем. Отлично. Евгений, попробуем использовать тебя как раз как того самого статистика. Давай. Расскажи, как обычно Югра стартует в плей-офф? Ну, в этом сезоне для Югры седьмой плей-офф. Если взять высшую лигу еще до того, как мы в КХЛ играли. Два сезона в КХЛ мы выходили в плей-офф. И сейчас уже в ВХЛ третий сезон мы также стартуем в плей-офф. Ну, стартовали по-разному. В высшей лиге, как известно, мы играли два сезона. И что в девятом, что в десятом годах проходили все этапы, начиная с одной восьмого финала. И побеждали в Кубке Братины. Так что тут, можно сказать, традиции хорошие. Ну, хорошо. Такая статистика вселяет уверенности в сегодняшнем матче, да? В сегодняшний успех югорчан. Тем не менее, вопрос ко второму Евгению. Жень, скажи, пожалуйста, как команда готовилась к стадии плей-офф? Ну, как, если можно назвать это подготовкой? То есть, команда Югра потенциально была уже лидером в начале чемпионата. И команды-лидеры, которые ставят перед собой самые высокие цели, для них регулярный чемпионат – это и есть подготовка к плей-офф. Здесь тренерский штаб пытается реализовать, привить ту игру, которую они будут показывать плей-офф, которые как построение команды, так и рисунок игры, ключевые моменты определения лидеров. И команда, если говорить именно про подготовку, то был небольшой период, последний месяц с небольшим команда находится дома, длительная домашняя серия, и были перерывы в этих между матчами. Тут ребята и физически здорово подготовились. Здесь, слава богу, нет травмированных у нас. То есть, мы в полной обойме подходим к играм плей-офф. Максим, скажи, пожалуйста, а болельщик как-то по-особенному? Тоже готовятся к стадии плей-офф? Какие-то, может быть, перформансы или еще что-то задумывали? Ну, естественно. Как и любой болельщик, наверное, ждет этого события целый сезон. Любой болельщик готовится к каждой игре, не только к игре плей-офф, ну, а к игре плей-офф, конечно же, раз по-особенному. Готовится отдельный перформанс, отдельная поддержка клуба. Ну, на выезд в Красногорск, к сожалению, тяжело будет в этом году попасть, так как «Динамо» из Московской области весь сезон играет без зрителей. Поэтому будем поддерживать, стараться поддерживать команду дома. Ну, Коль, зашла речь о выездах. Жень, я знаю, ты очень много матчей посетил Югры, да, выездных. Ну, есть, да, немного, скажем так. Для себя делаешь какие-то наметки? Вот ты планируешь посетить выездные матчи именно плей-офф, поболеть за Югру на выезде? Конечно, если будет возможность по работе, то в первую очередь поеду на плей-офф. В этом году удалось, в этом сезоне удалось в декабре побывать на трех выездных матчах. Выезд – это всегда особый праздник, скажем так, для хоккейного болельщика, для настоящего хоккейного болельщика. Если у кого есть возможность, желание, кто еще не испытал такого действительно счастья и адреналина, присоединяйтесь на плей-офф, за Югру поболеть. Отлично. Жень, скажи, пожалуйста, вот как хоккеист, как ты оцениваешь, когда вот на выезде команда видит, что приехали ребяту поддержать, пусть там два человека, насколько это важно для хоккеистов? Конечно, важно. Мы всегда, любой вид спорта, если взять наш хоккей, мы играем для зрителей. Нам всегда приятно, мы понимаем, через какие трудности и тягости проходят наши фанаты, болельщики, находят возможность поддержать нас на выезде. Это всегда очень приятно, всегда команда, независимо от того, как закончится матч, всегда благодарит наших выездных фанатов. То есть это всегда дополнительная поддержка, мы чувствуем, что за нас переживают, нас поддерживают, и мы пытаемся тем же самым поддержать тех, кто приехал. Хорошо. Понятно, что Югра в этом матче фаворит. Да, мы первое место, наш противник 16 место. Тем не менее, скажите, какие опасения есть по предстоящим матчам? Но первый раунд плей-офф, он всегда очень непростой, потому что цена ошибки велика. Как по конкретной встрече, допустим, первый матч, он всегда будет. Первый период будет очень нервозный, это будет заметно. Если говорить про команду соперника, то это молодая команда, представленная воспитанниками Динамской школы хоккея, которые прошли молодежную хоккейную команду. Сейчас они на новой ступени, высшая лига, и они все стремятся достигать больших результатов. То есть они все стремятся попадать в основную команду Динамо Москва. Это молодые ребята, которые энергичные, амбициозные. Они могут удивить, они могут удивить как соперника, так и самих себя. Нужно быть готовыми, нужно всегда держать, так говоря, ухо востро. То есть ни один момент не упускать, ни один игровой эпизод. То есть это плей-офф. Максим, у тебя есть какие-то опасения перед предстоящим матчем, перед предстоящей серией? Да, естественно. Дело в том, что хоккеисты Динамо только в предпоследнем туре Кубка Шелкового Пути обеспечили себе выход в плей-офф. Команда, по сути, в режиме плей-офф играет 4 последние встречи. И обеспечила себе выход в плей-офф только в матче, в гостевой встрече против команды Сканева. Одержав там победу со счетом 4-1. То есть в этом режиме команда существует уже давно. Хотелось бы вступить в небольшую полемику с Евгением. Динамо из Московской области. Это команда не только молодежная, но это отличный сплав, прежде всего, опыта и молодости. Опыта и молодости под соусом, так сказать, Динамо. В команде имеются как очень опытные, квалифицированные игроки. Это небезызвестный Денис Кокарев, двукратный обладатель уже Кубка Гагарина в составе Московского Динамо. Финалист Кубка Гагарина в составе ХК МВД. Чемпион мира 2012 года, капитан этого клуба. Это небезызвестный многим болельщикам Югры хоккеист Раисов, который дважды к нам приходил в состав Югры, которая выступала в континентальной хоккейной лиге. К сожалению, Аслану не удалось себя проявить в составе Югры и во второй раз, когда он в высшей хоккейной лиге провел, по-моему, 7 игр и забросил одну шайбу. Но сейчас Аслан является одним из самых результативных игроков, точнее самым результативным игроком Динамо по системе гол плюс пас, лучшим бомбардиром. Можно обратить также внимание на других игроков Динамо. Это Марк Верба, который является лучшим снайпером коллектива из Московской области. Ну и, конечно же, известную динамовскую молодежь. Эта динамовская молодежь в пятизонную подготовку проходила в составе клуба Динамо Москва под руководством известного тренера Владимира Криконова. Естественно, эти люди прекрасно готовы, прекрасно хотят себя заявить. По сезону получилось так, что ряд игроков команды Динамо из Московской области даже были призваны в сборную России на матч Кореала Кап, на матч Евротура. Это вратарь Вадим Жиренко и нападающий Дмитрий Дреслодеев. Также в составе Динамо есть очень четыре опытных хоккеиста, которые в составе клуба Динамо Балашика уже становились обладателями Кубка Петрова. И именно эти четыре хоккеиста, которые составляют основу первого звена команды Динамо из Московской области, возможно, могут доставить и нашим защитникам, и нашему голкиперу очень много проблем. Вот за это я опасаюсь. Понятно. Хорошо. Евгений, а у тебя какие опасения? С точки зрения, может, статистики, да, магии, цифры? Да, да, да. Я вот сейчас скажу, что Максим дополнил Евгения, а я дополню Максима. Аслан Раисов играл против Югры в плей-офф Кубке Братины еще весной 2010 года за нефтяника Митерск. Мы тогда их выиграли. Так что, думаю, традицию здесь нарушать не будем. А опасения в чем здесь могут быть? То, что Югра все-таки безоговорочный фаворит, с учетом того, что как она завершила регулярный чемпионат, набрала больше всех очков, больше всех побед, меньше всех поражений, больше заброшенных шайб, меньше всех пропущенных шайб. Но состав очень сбалансированный, игра сбалансированная, и поэтому именно вот эта ответственность, ну, может быть, чуть-чуть будет давить команду. А у Динамо из Красногорска, ну, по сути, они раскрепощены на этом этапе плей-офф. Они и так уже свою задачу, в принципе, выполнили и будут играть более свободно. То есть, в психологическом таком, да, помой? В психологическом, может быть, да, но я все-таки считаю, что класс должен победить команды Югра. Ну, тем более, в вочных встречах на протяжении этого сезона и прошлого сезона команды провели три встречи, и во всех трех встречах победу одерживали хоккеисты Югры. Поэтому, в смысле, как бы, фаворит здесь понятен и очевиден. Ну, здесь я могу добавить, что вот эта статистика по поводу встреч личных, мы в этом году не в Красногорске играли, в том году в Твери играли. Играли в Балашихе. Год они вообще пропускали. Ну, здесь такая статистика для этой команды, именно Динамо Московская область, они каждый год состав там очень сильно меняют и не привязаны к никакому городу. И здесь я не думаю, что вот их игроки смотрят на эту статистику. Да, и наши, наверное, тоже.